Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 декабря и вот в завершение я сегодня сняла много видео о томатах, различных сортах. И в завершение я сейчас сниму видео на совсем другую, неожиданную тему, которую, конечно, не ждут мои зрители. Они даже, может быть, так же, как и я, не догадываются о том, что есть такая тема. Это тема поминальные томаты. Ну, поминальными я их назвала сама, сейчас я вам расскажу, вы все поймете. Я вообще около 40 лет уже занимаюсь своим огородом, ну, даже не учитывая то, что в детстве нас тоже заставляли. Но я никогда даже не задумывалась об этом и не знала, что такое может быть, что такое существует. Но в этом году, вы же знаете, что я обмениваюсь активно семенами с другими огородниками. Иногда сама прошу, иногда мне люди высылают или на обмен, или просто в дар. И вот в этом году я договорилась про обмен с одной женщиной, Татьяной из Кисловодска. И вместе с теми семенами, которые она, ну, поменяться мне прислала, она прислала одни очень странные томаты. И вот из этого и пошло все это. И написано. Не для продажи, только для подарков. Называется в память детей Беслана. Ранние, крупные, до одного килограмма, желтые, сладкие и урожайные, плодоносят с июля и до морозов. Конечно, все это, когда я увидела эти томаты, у меня все всколыхнулось, я все это вспомнила. Я живу в Сибири, мы очень далеко от этого города находимся. И в тот год, когда произошла эта трагедия, конечно, мы все знали, мы все переживали, все. Ну, правильно говорят, время лечит. Прошло много времени, уже 15 лет. И новые события у нас закрывают вот эту вот трагедию. Люди стали забывать, и я в их числе. Закружилась, закрутилась. Но когда пришли вот эти вот томаты, ой, у меня перешит уже в носу, я снова все вспомнила. Это побудило меня открыть интернет, еще раз посмотреть. Я вам передать не могу, но кажется, что этих 15 лет не было. Вот эти вот посмотрела сегодня длинные ряды черных мешков с трупами людей. фотографии, как выносят этих грязных детей, как измученных жаждой, жарой. Я все это вспомнила, все эти репортажи, все. И, конечно... Ну, сейчас, подождите, маленько. Конечно, я вспомнила обо всем этом. И я подумала, как здорово, что вот кто-то это придумал. Для того, чтобы память людей... Ну, мы имеем такую... Ну, как... У нас такая черта, что, конечно, все забывается. Какие-то свои проблемы, все. Жизнь у нас сейчас мирная, спокойная. Мы забываем. И, скорее всего, вот у нас, далеко мы, которые живем, нас это так не коснулось, да? Мы порастраивались. Теперь это все забылось. И это очень хорошо, что ко мне попали эти семена, потому что у меня есть инструмент... Вот... Как распро... Я, может быть, не могу правильно выразиться. Я вам скажу, что... Я поняла, что главная цель вот этих томатов, чтобы новое поколение... Вот у меня родился внук уже после этого. Ясно, что он сейчас немножко подрастет. Он не будет об этом знать ничего. Какие дети без слана? Что это такое? И вот, чтобы... Чтобы вызвать у детей, у нового поколения сопереживание этим людям, этому событию, этому страшному теракту, и может быть хорошо, что вот эти томаты сейчас появятся даже в самых отдаленных... В самых отдаленных уголках нашей страны. Теперь я точно знаю, что, подходя каждый год к кусту этого томата, на котором написано «Память о детей без слана». Я и сама вспомню. Я и зрителям лишний раз скажу. И обязательно расскажу своему внуку про то, что случилось тогда, 1 сентября, 15 лет назад. Про это я даже не знаю, каким словом сказать. Трагедия это ничего не выражает. Но вы поняли меня, что... И вот эти семена, которые разойдутся по всем нашим уголкам страны, сделаю, конечно, подробное описание. Конечно, это будет только подарок. Ну, я их даже не могу назвать подарочными томатами. Я вот для себя назвала их поминальными томатами. Я еще раз хочу поблагодарить Татьяну Орленко за то, что она... Я даже не знала о том, что можно так делать, что существует такое. Вот томаты, напоминания, поминальные. Хочу, конечно, выразить благодарность тому человеку, который вообще придумал такой способ освежить нашу память, чтобы вспомнить обо всем этом. И мы, конечно, живем далеко от Беслана, который называется сейчас городом Ангела. Но я думаю, любой, каждый, мой вот, как... Мой зритель, который получит от меня семена и в конверте будет лежать томат памяти детей Беслана, мне кажется, каждый человек захочет вырастить этот томат и потом захочет рассказать своим детям об этом. Ну, или хотя бы уж, хотя бы самое малое, на что я рассчитываю, хотя бы вспомним сами. Вспомним сами. Лишний раз, кто забыл, можно посмотреть фотографии. Я сегодня посмотрела, я весь день под впечатлением. Все, теперь вот на будущий год будут у меня еще опоминальные томаты. Посмотрим. Я даже не знаю, как потом, как себя вести, когда будешь их кушать. Что в таких случаях говорят? Я говорю, что это впервые в жизни. Но я всеми руками на 100% поддерживаю людей, которые придумали вот эту вещь, упоминальные томаты. Запомните, это вот томаты памяти детей Беслана. Будем на будущий год их выращивать. Все, до свидания. Улыбаться даже не хочется, если честно. Таким.